с переводом помочь сейчас занимаемся активно хотели бы услышать оценки вы там побывали там, что вы знаете, мы встречались в СССР и однократные контакты естественно и наше посольство работают активно, естественно подарили их дохи особенно, конечно, с мельтянами работали контакты у нас были с родственниками захваченных заложников газа в общем, стараемся сделать все, что в наших силах кое-что удалось это хорошо есть конкретный результат очень важный, конечно, для людей и мы принимаем переживания это, конечно, очень тяжело это вообще трудно, что мы выполняем ваши доли и, к сожалению, еще трагедия продолжается будем делать все, чтобы помочь людям и вызовет это за победы и, конечно, мы и другие страны, я знаю, как Катер, в основном с Мицерским, и Господь, что можно использовать их, и мы продолжаем работать, и теперь мы хотим слушать их, и как вы видите, как вы видите, ответы на царь. Я, во-первых, хотела сказать, конечно, большое спасибо российскому правительству, благодаря которому, и лично Владимиру Владимировичу, конечно, благодаря вам, я и моя мама, вышли из плена в Хамас, там 54 дня. Ну, конечно, наша радость далеко не полная, потому что мой единственный сын и мамины единственный внук остается там. И мой муж был убит в тот день. Я об этом узнала только, когда уже вернулась из плена, и о том, что мой Саша тоже в плену я узнала. Мы знаем, что он жив, мы знаем, что он находится в Джиаде, и мы знаем, что Россия может, это единственная наша надежда. Вот вы — наша единственная надежда, и только вы можете нам помочь освободить моего сына Саши Труфанова, и, конечно, других российских граждан Сашу Лобанова, Андрея Козлова из плена Хамаса. Это только Россия может. Там приходили как раз и родственники, отец Маланова, здесь встречались даже неоднократно с ним, все это обсуждали там, ситуацию. Ну, и будем продолжать, конечно, надеясь, возможным всем нам результатом.